Здравствуйте! У вас в гостях красавица и умница Полина Гагарина. У вас очень много всяких титулов, но некоторые требуют расшифровки. Например, звуковая дорожка наградила вас званием «Секси-Ж». Для меня тоже, когда я узнала об этом, тоже требовалась расшифровка. А что это такое «Секси-Ж»? Наверное, «Секси-Женщина». У вас еще есть загадочный титул «Фэшн-певица». Наверное, это относится к стилю. Вы стали полным шопоголиком. Мне кажется, каждая девочка может себя назвать шопоголиком, потому что мне что, так не радует настоящую девочку, как новая платьица, новая сумочка, туфли. Вы, видимо, великий дипломат, потому что, разойдясь с мужем, вы остались с ним в добрых отношениях, отдаете ему сына всегда, когда он хочет с ним проводить время. Как это получилось? Мне кажется, это вообще великая глупость – делить детей. Это даже страшно и пошло. Это самое лучшее наказание мужу. Ах, вот ты такой, так я тебя не пущу к сыну. Нет, это ужасно. Мне кажется, в первую очередь, надо думать здесь не о своих интересах, а об интересах ребенка. Петя с Андрюшей любят друг друга безумно. Мы с Петей остались в чудесных отношениях только потому, что мы два адекватных человека, которые безумно любят своего сына и с большим уважением относятся друг к другу. Счастье – это когда все здоровы. Это настоящее счастье. И когда все близкие рядом. Ну, конечно, в первую очередь, чтобы был здоровым сын Андрей. Так точно. Расскажите про него. Невероятно подвижен. Ему надо всегда быть в каком-то действии. Не верь мне больше, не верь мне больше, Прекраснее, чем было уже быть не может. Не верь мне больше, скрывая тюрьмин, Прости меня за мой ответ. И все-таки нет. Но не все проводят так, как вы спете свадьбу. Свадьба была чудесная, скажем так, семейная, очень узкая. Я была на восьмом месяце беременности, Поэтому там уже было не до горько. Вот. Там было не родить бы на свадьбе. Поэтому достаточно весело. А почему так затянули? Потому что я к свадьбе, и, собственно, к Пете, я так думаю, Относились как к чистой формальности. Чтобы Андрюша родился в законе. Замуж я не хочу. Я уже там была. Но вообще вы редкая девушка, Потому что в основном женщины себя чувствуют дискомфортно без штампа. Тогда будем считать, что я редкая девушка. В 2013 году страна увидела необычный дуэт. Вы с Жулиным. Мы поняли, что мы невероятно совпадаем вкусами, юмором, И вообще не чувствуется никакая возрастная разница. Но он про вас лучше говорит. Он говорит, что у вас самый лучший голос на российской эстраде. Но я просто еще ничего не успела. Но он у вас в таком авторитете, Что вы даже одобрили выбранную им песню из фильма «Двенадцатулев». Там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается грёс. Я должна была не только свои возможности, естественно, рассматривать, Но и Сашины, в первую очередь. Поэтому очень скрупулезно, и это было достаточно сложно. Пара, допустим, Ольга Кормухина и Глеб Матвейчук, Они могли себе позволить выбирать абсолютно любой материал, Потому что они оба поют шикарно. Кинул я скакасить, кинул я скакасить, Кинул я скакасить. Пошел мамку просить. Дважды Жулин получал звание «Самый сексуальный мужчина года». А вот я что-то не вижу. В чём в нём такого привлекательного для женщин? Мужественность. Я могу понять этих женщин. Чувствуется его отношение к женщинам. Это очень приятно. А какое у него отношение к женщинам? Красное. Вот очень хорошо сказал Радзюкевич про Дон Жуана. Женщины его любили не потому, что он умел их хорошо соблазнять, А потому, что он их никогда не разочаровывал. Я не могу с полной ответственностью говорить, Что там может Александр делать. Но, во всяком случае, ко мне он относился очень уважительно, С большой теплотой. Настоящий джентльмен. Сейчас не надо создавать информационных поводов для того, чтобы повысить интерес к Полине Гагариной. Но когда вы начинали, я помню вопрос. Правда, что у вас будущий супруг негр? Чего только не писали. Знаете, я вообще стараюсь не обращать на это внимания. Конечно, это получается не всегда, Потому что иногда бывает прямая грязь. Я вот этого очень не люблю, естественно. Поэтому это не может, естественно, не трогать. А так, Господи, пишите все, что угодно. Лишь бы о моей смерти. У вас невероятное количество всяких премий. И певица года. И второй золотой граммофон. Еще там тридцать. А что-то это дает вам в практической жизни? Это улучшает настроение. Необыкновенно. Как шопинг для вас? Хожу, собираю награды. Нет, это очень приятно. Это значит, что все, что ты делаешь, оно, во-первых, заметно. А во-вторых, заметно очень. И это невероятно приятно. Это значит, что все, что ты делаешь, не зря. И что каждая награда – это твоя победа. Не только твоя, но и команды людей, которые с тобой. Ты беги, беги, найди меня, где все края. Раз, укра, укра, где я буду ждать тебя. Вы признаете, что важнейшим событием в вашей жизни была смена цвета волос? Если бы мне сказали, допустим, лет в 15 или даже в 18, что я буду блондинкой, я бы посмеялась этому человеку в лицо. Потому что мне казалось, что блондинка – это абсолютно не мое. Хотя моя мама светлая, русая, практически блондинка. Но я считала себя такой убежденной брюнеткой, шатенкой. Но потом с переменой, собственно, я поняла, что я была не права. Я умею признавать свои ошибки. И началась действительно какая-то жизнь в абсолютно новом образе. Мне кажется, что, в принципе, люди не меняются. Я сейчас говорю про себя. Мы можем как-то развиваться, себя усовершенствовать. Но, в принципе, душевные качества, они остаются прежними. Уж как воспитали и где-то вырос, это имеет большое значение. С переменой цвета волос, наверное, увеличилось внимание ко мне мужчин. Я так думаю. Потому что, как известно, джентльмены выбирают блондинок. Джентльмены выбирают блондинок. А каких джентльменов выбирает Полина Гагарина? Люблю ум. Это когда метр девяносто, да, подзывается? Под умом? Нет. Можно метр восемьдесят пять тоже умный. Можно метр восемьдесят пять, да. Вот. Ум, чувство юмора, оно обязательно должно быть, оно должно совпадать с моим. То есть мы должны понимать друг друга. Щедрость, как душевная. Скряк не любите? Нет. Я думаю, что мало их кто любит. Нет, для мужа это неплохое качество. Это любовник, когда жмотится неприятно, а муж всё в дом, всё в дом. Нет, я люблю щедрых, с душой нараспашку мужчин. Да, наверное, вот так. И внимательных, заботливых. Как говорила одна девушка, я люблю добрых, сердечных мужчин. Но где же их найдёшь среди банкиров? Никогда не искала среди банкиров. Вообще, если честно, никогда не искала. Вот. Всё случалось всегда как-то органически. Я понимаю, естественный отбор. Вам это легко. Столько претендентов? Не могу сказать, что какая-то очередь стоит из действительно банкиров, олигархов или что-то такое. Вообще, я замечаю, что к более-менее независимым и самодостаточным девушкам мужчины мало внимания уделяют и побаиваются их скорее. Вот. Я себя причисляю, наверное, к таким, поэтому мне действительно очень сложно найти что-то подходящее. Это должен быть друг. Тот друг, который согласится действительно идти самой в ногу по жизни. И, да, я, наверное, пропустила одно из самых главных качеств. Меня должны... Те люди, которые находятся рядом со мной, они меня должны как-то восхищать. Они вас восхищают? Да. Они меня должны восхищать. Они должны вызывать во мне такое чувство гордости. Как я горжусь своей мамой, как я гордилась своим папой и как папа гордился моей мамой. Они на врядки измен, они на магианной лжи, а мы веру замен, а мы им посвящаем жизнь. Кому? Зачем? А мы им посвящаем жизнь. Кому? Зачем? Если серьезно, у вас незавидное положение, потому что все те мужчины, которые будут казаться вам достойными, они хотят, чтобы вы посвятили свою жизнь им, чтобы вы не мотались по всей стране по гастролям. Они хотят, чтобы вы ими занимались, а вы не откажетесь от своего творчества. Значит, вот уже первая преграда, вторая преграда, что он вам может дать. Вот он успешный, он дает вам, скажем, материальное благополучие, а вы можете сами себе все заработать. Я никогда не гналась за деньгами. Тогда второй вариант. У вас есть сын Андрей, вы еще кого-то усыновите, только ему 30 лет. Ну так, как делает Алла Борисовна. Я не буду обсуждать то, что делает наша Примадонна. I hate you, and I love you, that I love you, that I had you. Cry and love you more. Whatever you do, whatever you do. I never, never, never want to be in love with anyone but you. Вы не только прекрасный композитор и певица, вы еще великолепный текстовик. Когда вас спросили, почему вы снялись в очень откровенной сессии в журнале «Максим», вы сказали, я хотела показать, что женщина, родившая ребенка, может оставаться привлекательной. Сто процентное алиби. Сто процентное алиби. Причем я даже, ну я всегда с мамой советуюсь в любом случае. Но мама сказала абсолютно беспределационное «да», что можно и один раз, так уж точно можно. Нет, после второго ребенка надо снова доказать, что и после второго, и после третьего можно оставаться с великолепной фигурой. Поэтому не надо останавливаться на достигнутом. Я надеюсь. Но сначала надо дождаться второго ребенка, а потом уж мы посмотрим, может гордиться. Пусть нечем. Господи, дай бог. И не надо слушать Валентина Юдашкина, который сказал, что у вас слишком большой разрез на платье был. Боже, вы все знаете. Невероятно. Вы приехали на съемку после раннего рейса. Во сколько вы легли вчера спать? Я не ложилась спать. Я спала в самолете. И это абсолютно нормальные нагрузки для артиста. Это наш выбор. К сожалению, в России артисты зарабатывают именно количеством концертов. А не как за рубежом артисты. Дисками. Они могут себе позволить написать одну песню или одну книгу какую-нибудь, которая будет иметь невероятный успех и тираж. И на эти деньги они могут жить всю жизнь на авторский. Я имею в виду припеваючи и за всю жизнь больше ничего не сделать. У нас автор Бесса Мамучи умерла бы с голоду. Абсолютно точно. Потому что у нее всего одна песня. Потому что у нее всего одна песня, да. И мой продюсер Константин Миладзе, наверное, такого количества песен, которые ежеминутно звучат на радио, наверное, нет ни у кого. Но авторские они абсолютно смешные. Субтитры создавал DimaTorzok А почему он, перед тем, как написать для вас два хита «Нет» и спектакль «Окончен» в 2005 году поставил вам самую низкую оценку на «Новую волну»? Вы поверите, я тоже у него спрашивала. Он говорит, да не может быть. Я говорю, я принесу эту запись и покажу. Потому что это действительно так. И я это очень хорошо запомнила. Горница моей светлой Этой ночной звезды Матушка возьмет Ведро Молча принесет воды Это действительно был невероятно сложный и неудачный мой выход на «Новой волне», потому что у меня была температура 40, хотя это не оправдание, конечно, никогда для зрителей, но, если честно, я еле стояла на ногах, это правда, это как раз тот случай. Но после выступления... Вырвала. С одним баллом я выиграла у испанского певца. Я очень радовалась третьему месту, потому что я первое место после различных конкурсов, я его перестала любить. Оно тоже какое-то, знаете, заколдованное. И как-то первоместники как-то исчезают и пропадают. Как вы вдруг пропали после первого места на «Фабрике звезд»? Точно. Но вы отказались от концертного тура, который означал бы и деньги раскрутку. Я отъездила какую-то часть гастролей. Максим Фадеев, у него не было на тот момент для меня еще никакого материала, поэтому все было очень зыбко. А пресса писала, что не было материала, потому что вы отказали ему в любви. Господи, какой ужас. Желтая пресса писала. Ну, 16 лет. Какая грязь. Вообще, мне очень трудно было научиться говорить «нет». Я не по поводу мужчин сейчас говорю, а вообще. Это очень такое смелое. И, наверное, вот тогда я первый раз это сделала, когда отказала в работе и в контракте, наверное, вот этому продюсерскому центру. «Я пыталась уберечь до последнего, свою звездочку за маленьким облаком. Оказалось, там давно уж и нет. И длится эта ночь года целого дольше». А уж совсем беспрецедентно отказать самому Игорю Крутому. Игорь Яковлевич – потрясающий человек, с которым мы до сих пор в добрых очень отношениях, в очень уважительных. И на тот момент он как раз мне и протянул руку помощи, вспомнил меня. И мы подписали тогда контракт. Это когда вы отказали Максиму Фадееву? Да. А когда вы перешли к Косте Меладзе, это само как бы получилось? У меня закончился контракт, я осталась абсолютно в свободном плавании год. Все остальные женщины на вашем месте бы умоляли Крутого, хочу быть под вашим крылом, вы лучший, вы самый мощный, а вы, не вас он хорошо не попросил, и вы перешли к Меладзе. И говорите, что вот тут-то вы нашли своего продюсера. Вы знаете, я в своей жизни должна делать какие-то такие шаги, которые будут меня толкать вперед. Я очень ищущий и развивающийся человек. На одном месте мне очень трудно где-то быть. Поэтому я попробовала так. Там что-то получилось, что-то не получилось. Я считаю, вообще время, которое дается тебе на тебе самой, вот, твое личное без каких-то вмешательств, оно очень важное, потому что за это время я, например, написала тоже большое количество песен, которые я сейчас пою в своей концертной программе. Моются одиноко огненные сердца, им не успеет до срока, им догорит от ла, только во сне не болит снова терять тебя. Моются одиноко огненные сердца. Это как раз был тот год, когда я создавала себе фундамент как раз для этого, потому что если бы у меня был только спектакль окончен, с чем бы я, собственно, ездила по стране. Ты же меня просил, упасть не дал, а я тебя не прошу никогда. Полина, первый класс вы учились в Греции, где прожили первые три года. Четыре. Четыре. Расскажите, как это было? Расскажите, как это было? Прожили контракт. Отец оставался в Москве, отец учился и работал врачом. А почему вы уехали из Счастливой Греции? Мы уехали из Счастливой Греции, потому что произошла трагедия, умер мой папа. И было трудно оставаться в Греции одним, без его поддержки. И тогда, наверное, в 10 моих лет я поняла, что надо взрослеть, нужно становиться маминой помощницей. После напряжённых, изматывающих месяцев вы едете на отдых куда и как? Мы едем на отдых исключительно втроём. Это мой сын и мама. Потому что это те мои самые близкие и самые любимые люди, которых я вижу меньше всего. Говорят, что вы спите всегда втроём в одной кровати. Это правда, да. Ну, конечно, в повалку. Почему? Я всю жизнь спала с мамой в одной комнате в силу известных вам уже обстоятельств. Поэтому сын ещё маленький, ему, естественно, меня не хватает, он скучает. Вот. И иногда бывают такие месяцы, как я уже сказала, когда я только вижу его в спящем состоянии. Вот. Или улетая утром, или ночью забегая поспать и обратно куда-то лететь на съёмки, на гастроли и так далее. Поэтому, мне кажется, объятия ночные, сказку перед сном, и так и засыпаем. Попроси в облако подарить нам белых слов. Ночь плывёт, и мы за ней в мир таинственных огней. Полина, вы любите мечтать? Я это делаю ежедневно, и я бы даже сказала, ежечасно. Мечтаю очень смело всегда, загадывая какие-то абсолютно, вроде, на первый взгляд, невероятные события. Но вы не поверите, они случаются. Случаются почему? Потому что, открою вам секрет, и если вдруг телезрители захотят этим воспользоваться, в общем, буду рада. Я делаю коллажи. Вырезаю, откуда попало всё, что я хочу. Это не обязательно могут быть прям какие-то материальные ценности, но и это всё можно отобразить как-то и визуализировать. И чтобы это висело где-то на видном месте. И вот все эти мечты висят у меня на стене, и от того, что каждый день я на них смотрю, вспоминаю, и так далее, это всё постепенно случается. И это абсолютная правда. Полина, пусть все ваши мечты сбудутся. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok